Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет во втором выпуске пост-шоу Холостячка, как выйти замуж. А вы мне напишите в комментариях, за какого холостяка вы болели, кто вам нравился больше всего и кто больше всего подходил к Ксении Мышиной. А во втором выпуске пост-шоу Холостячка, как выйти замуж, будет тема насилия в семье. Где грань между мужской силой и абьюзом? Абьюз в переводе – насилие. У нас среди экспертов Андрей Жильветра, психолог, Светлана Арифния, кандидат психологических наук, и она себя еще позиционирует как физиогномист. Это тот, кто смотрит по лицу, по мимике, определяет, правда или нет. Шоумен Геннадий Ветров и Елена Войчина. Также, как всегда, у нас в гостях парни с Холостячком. Самым главным гостем этого выпуска был Артем, самый агрессивный участник проекта. Светлана очень весело поставила Артема на место, сыграв его гопотскую манеру. Я не поняла, что такое. Мне это очень понравилось. И скажу свое мнение, что девушки очень часто боятся таких мужчин. Мы нежное создание. И иногда этот альфа-самец может очень сильно отпугивать. Но во всем нужен баланс. Мужик слабак, тюфяк, тоже с ним очень некомфортно. Каждая девушка выбирает по своему сердцу. И точно так же, как отличить насильника и настоящего мужчину. У каждого своя грань. И идеальных отношений тоже не существует. Нет у идеального мужчины. Поэтому женщина выбирает оптимально, что она может терпеть, а что ей чересчур. У каждого свои границы. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего. И отдельное спасибо в этом выпуске пост-шоу «Это стилисту» за то, что подобрал Светлане украшение с моего любимого фильма, с «Титаника». У меня такое тоже есть. Еще у меня есть мечта стать режиссером. Но мне не хватает на курсы режиссерские. Поэтому я вас прошу, скиньте мне то, сколько может. Да даже если хотя бы 10 гривен от каждого, это все равно поможет. Спасибо вам. Жду от вас в пальчики вверх. И до новых встреч.